приветствую всех дорогие друзья с вами пассажир и сегодня хотел бы поделиться с вами тактика ведения боя на т-72 турмс кто не знает это премиум техника находящаяся на боевом рейтинге 9 и 7 за ссср не будем тянуть кота за бантик игра начинается и первонаперво нажимаем тапочку в пол ничего не боимся главное успеть по таймингу стараемся не врезаться не перестреливаться своими сокоманниками возможно они нам помогут хотя такое случается крайне редко тем не менее уверенно без страха продвигаемся вперед на ю тубе достаточно много видео о том что техника достаточно сложная и возможно ее тактика это снайпер где-то под ободком унитаза как говорится попытаемся это опровергнуть данная техника достаточно хорошо подходит для раша но главное понимать как это делать все подъезжаем к точке разъезда сразу направляем пушку в нужном направлении и не останавливаясь только на скорости забираем первую жертву это у нас леопард за ним конечно же едет второй леопард танкуем башни еще раз танкуем леопарды просто мажут либо это великая советская броня что я не могу отрицать шевелим жопой немного мансим на нас выезжает еще один леопард криту им его ставим на наводчика и добираем слева остаются еще два танка они на внимание на нас не обращают мы опять же не останавливаясь не мешкая заходим им в тыл активируем тдашку дабы не получить в борт и уже дело техники останавливаем пель первого леву он принципе нас об этом и попросил о чем свидетельствуют дорожные знаки стоп стоп ставим на двигатели и вторым выстрелом в принципе отправляем в ангар остается у нас последний противник легким движением руки добираем его ваншотом и . наша принципе зона вокруг точки свободно можно ее забрать получить от этого удовольствие и дополнительные очки не забываем пользоваться свободным обзором кто не знает клавиши си также не забываем пользоваться биноклем у т-72 достаточно хорошие тепловизоры поэтому система наблюдения она же является системой предотвращения точку забрали очки получили возвращаемся на позицию где нам будет удобно уже закрепиться не стараемся рашить в одиночку поджимать респу глупо скорость перезарядки и скорость заднего хода не дадут нам это сделать поэтому работа из-за укрытия после такого вот раша это достаточно логичная вещь справа видим противника вернее не видим но нам о нем сигнализирует скорее всего добирает поэтому внимание на него не обращаем закрепляемся на данной позиции также активируем бинокль и чекаем подъезды к нашей точке видим двух противников не торопимся выезжать одного из них забирают 2 само собой забираем мы молодой человек был крайне уверен в себе мы его немного остудили вернулись на позицию продолжаем смотреть дальше видим справа леопарда но тут уже придется выехать и конечно же его добрать ибо он слишком близко подобрался к нашей точке союзник возможно не справиться поэтому тапку в пол обязательно пользуемся дымами забираем леопарда откидываем дымы и возвращаемся на свою позицию крайне советую пользоваться тда и дымовыми гранатометами это очень облегчает жизни и иногда ее спасает сделали круг почета вернулись на позицию продолжаем осматриваться дальше видим телодвижение около вагонов не торопимся опять же выезжать подставлять щель мех вода она у нас крайне нежная тут уже пропускаем удар в гусеницу также к ставим маленького на двигатель и начинается перестрелка пропускаем еще один удар еще минус одна гусеница тут уже само собой надо выбивать пушку потому что пробитие через вагон почему-то не идет и противника видно крайне плохо начинается перестрелка мы дыроколим но это не приносит нам их то особых положительных эмоций наш союзник тем временем обходит его с тылу и добирает за что ему огромное спасибо в принципе команда уже подавлена техники у них осталось мало справа какая-то перестрелка в дымах на нее мы уже не агрессируем и в они не успеваем выстрел на удачу возможно там кто-то стоит но нет хотя было бы неплохо не стараемся ехать на респе поджимать поджимать там скорее всего уже в принципе некого лучше посмотреть под ободком унитаза возможно где-то притаилась какая-то засушка что бывает крайне часто принципе на этом все противник больше не стал брать технику выстрел почета и gg